Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Если слышно, видно, мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Подтвердите плюсиком, что звук появился. Доброе утро! Раз, два, три. Я думаю, что звук есть. Я думаю, что звук есть, поэтому отлично, звук появился. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели! Меня зовут Тулеген Урозалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы с офиса официального партнера компании Аль-Пари. Мы с вами обсуждаем движение валютной пары евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото ежедневно, два раза, утром и в обед, для того, чтобы понять, куда двигаются эти валютные пары. Используем мы при этом один единственный инструмент, который называется линии Фибоначчи и используем трендовые линии. Мы уже с вами на протяжении с сентября месяца 2015 года общаемся. И есть статистика, что уже более 20 тысяч трейдеров ознакомились с данной стратегией. Сегодня они активно торгуют, применяя данную стратегию, усовершенствовав ее до тех параметров, которые они хотели бы видеть. То есть используют ее со своими любимыми индикаторами, со своими любимыми какими-то стратегиями, с которыми до сих пор расстаться не могут. Использование данной стратегии позволяет точно забирать прибыль и точно выходить с рынка с самыми маленькими стоп-лоссами. Стоп-лоссы у каждого трейдера должны быть, потому что залог успешной торговли на рынке Форекс – это избавиться от ненужных сделок вовремя и держать нужные сделки очень далеко. Это нам позволит сделать именно инструмент, который называется линия Фибоначчи. По традиции, переключаясь на экран, у нас на экране разрисовка идет с прошлого семинара, мы вместе ее рисуем и на следующий день обсуждаем, что же там происходит. Я желаю вам всем хорошей пятницы. В пятницу у трейдера очень замечательное настроение, потому что с субботы в воскресенье все трейдеры мира отдыхают. А именно что делают? Катаются на лыжах, плавают в море, летают на самолетах. То есть хороший трейдер в субботу в воскресенье делает так. Плохой трейдер сидит и думает. В понедельник пойду открывать новый счет. Поэтому, чтобы быть хорошим трейдером, соблюдайте money management и тогда все будет хорошо. Я переключаюсь на экран. Где же у нас экран? Я уже запутался, где у меня экран. Экран у меня оказывается здесь. Переключаюсь на экран для того, чтобы все это начать комментировать. Всех приветствую. Говорят, что у нас отстает чат. Я сегодня впервые узнал от наших ребят, что оказывается, когда вы пишете сообщение, я его получаю через минуту. А я как бы думаю, что это не так, потому что когда мы что-то говорим, по-моему, вы сразу реагируете. Вот может кто-нибудь сразу, я сейчас скажу, плюсик, поставьте плюсик, пожалуйста. А я засеку время. Так. Плюсик сказал давно, а плюсика до сих пор не появилось. Засекаем, засекаем. Уже 30 секунд. О, 30 секунд, оказывается, запаздывает. То есть, грубо говоря, если я что-то говорю, то ваш комментарий я увижу только через 30 секунд. Все отлично. Ну и вот так вот каждый день мы делаем какие-то наблюдения. Итак, евро-доллар. Что же делает евро-доллар со вчерашнего дня? Вчера ранним утром мы с вами определили, что есть у нас по евро-доллару последний поцелуй вверх. И при 100% закрытии этого поцелуя можно будет уходить по евро-доллару вниз. Этого по евро-доллару не состоялось. Мы уходили ранним утром по малой трендовой полудуге, но она не являлась трендовой. Еще раз напомню, потому что, грубо говоря, восходящий тренд это тот тренд, где каждый следующий лоу выше предыдущего лоу и каждый следующий хай выше предыдущего хая. Так вот этот лоу, он был все-таки выше предыдущего лоу. Поэтому здесь ярко выраженный восходящий тренд по евро-доллару идет. Далее, смотрите, получили один стоп-лосс и когда мы в обед встречались, я говорил, что данный коридорчик можно использовать как наручники, можно придумать себе другой коридорчик. Все эти коридорчики достигли своей цели. Вот, к примеру, наручники с одним стоп-лоссом, который отправлялся вниз, тут же вышел сверху, без касания 76-го отдает 261-й. Я думаю, что человек, который изучил метод наручников, он вчера забрал прибыль на 261-м. Второй вариант, давайте я все это удалю, потому что это уже все отработало. Второй вариант, как вчера нужно было уходить вниз, это на обеденном семинаре рассматривает просто вот этот трехцветный одноцвет. Он тоже достигает своей цели, я поздравляю вас с тейк-профитом, потому что именно этот коридор, он оглашался во время дневного обзора, что прибыль нужно забирать на 1.39.12. То есть, три последние свечи, выход за 100% не касания 76-го, четкая отдача 261-го уровня. И не достигла у нас цель по евро-доллару, но все равно находится в зоне бая по глобальному вот такому большому коридорчику, который после этого работал. Вот на пробитии мы вышли за пределы сотки и пока что тестируем только 161-й уровень. По большому коридору цель идти на 261. Туда мы еще не дошли. Итак, евро-доллар у нас в любом случае находится в состоянии бая, то есть в зоне бая. То есть, что он сделал? Он пробил именно ту свечку, за которой мы обычно с вами наблюдаем. И обычно я делю зону бая от зону села, разделяю вот таким вот цветом для себя. И говорю, где же находится евро-доллар, в селе или в бае? И сам себе отвечаю, евро-доллар находится в бае, но ни в коем случае не в селе. Для того, чтобы евро-доллару попасть в зону сел, смотрите, что нужно сделать. Нужно пробить вот этот лоу, и тогда зона села у нас определится вот таким образом. То есть, вот это нужно пробить для того, чтобы евро-доллар ушел в зону села. В данный момент евро-доллар находится в зоне бая. И по этой штучке, и по вот этой штучке евро-доллар находится в зоне бая. Поэтому я для себя вот так вот на вспомогательных экранах всегда рисую, потому что дел очень много. И поэтому вот так одним глазом, когда смотришь, думаешь, а евро-доллар пока что в бае бультыхается. Смотрите, какая красота сформировалась у евро-доллара по часовке. Белое-белое-белое-белое-белое. И вот здесь вы не ошибетесь, если выберете вот этот коридор. То есть, грубо говоря, если вот этот коридор выберете, будете говорить, это последний одноцвет, последний поцелуй. А у нас есть с вами правило, чем больше свечей в последнем поцелуе, тем надежнее последний поцелуй. И вот в этом последнем поцелуе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать свечей. Это вообще редкость. То есть, этот последний поцелуй, в принципе, можно сегодня позвонить в книгу рекордов Гиннуса и сказать, запишите, пожалуйста, в книгу рекордов Гиннуса вот этот наш последний поцелуй на часовке, в нем одиннадцать свечей. И, скорее всего, они его поизучают и скажут, действительно, последний поцелуй. То есть, одиннадцать раз он его целовал, прощается надолго. То есть, грубо говоря, скорее всего, евро-долларка рухнет вниз, потому что вот так прям зацеловал он своего супруга. Вот. И сейчас мы с вами давно не делали этого глобального обзора. Давайте сделаем глобальный обзор, а после этого мы с вами определимся. То есть, в данный момент, смотрите, что нужно по евро-доллару. По евро-доллару, кто стоял здесь, забрал прибыль, кто стоит здесь, он дозабирает свою прибыль. Вот. Кто вчера не участвовал в этом бае, к примеру, ну, давайте я повторю, да, я могу поучаствовать. То есть, выглядит это вот таким образом, 76, 76, 261, ну, примерно вот так вот. Почему? Еще раз напомню, что вот эта цель уже добита от трехцвета. То есть, вышли и 261 отдали, а вот эта цель пока что не добита. Сейчас для меня более выгодная цена, рентабельность 1 к 2, наверное, присутствует. 28 пунктов 600. Да, 1 к 2 присутствует рентабельность. Поэтому, не вижу пока села. А почему не вижу села? Потому что вот этот одноцвет, вот этот, он не даст села, не даст нам села, пока мы не пробьем вот это. Почему? Потому что здесь не на что ориентироваться. Не на что. То есть, свеча в свечу он пробить не может. Последний поцелуй, чтобы пробить, так ему надо 11 свечей назад вернуться. Вот. Это очень хорошее, затяжное такое подъем у евро-доллара, да. И все это время вот отсюда до суда евро будет находиться в зоне бая. В зоне бая. Отлично. Куда золото поскочило? Что это за... Я прямо, если честно, испугался, когда вы сказали золото на 2000. А-а-а, все понятно. Сегодня 1 апреля. Повелся на шутку Андрея на самом деле. Я, если честно, серьезно испугался. Думаю, неужели золото на 2000 подскочило. Андрей, поздравляю, вы хорошо пошутили. Я хотел на самом деле сегодня над вами пошутить, но не успел. Хотел с раннего утра сказать всем, кто смотрит утренний обзор валютного рынка. Вот. Руководство приняло такое решение. Каждому на счет загрузить по 100 тысяч долларов, да. За то, что вы верно смотрите утренний обзор валютного рынка. Конечно, вы все бы обрадовались, я бы вам сказал, 1 апреля никому не верь, да. Но все равно у вас была бы такая радость. О, классно все. Хорошо, что я смотрел этот утренний обзор, получу 100 тысяч долларов. Вообще, как понять и применить поцелуй? Вот, видите, то есть понятно, что к нам ежедневно подключаются новички. То есть, что такое последний поцелуй, Андрей? Это тогда, когда мы целуем, а потом уходим надолго. Когда вы уходите на работу, к примеру, то это не последний поцелуй. Это такой ежедневно стабильный поцелуй, да. А когда мы целуем куда-то, ну, смотрите, выглядит это вот таким образом. Просто мы здесь, ну, как бы не применяем каких-то научно-трейдерских слов, для того, чтобы, ну, как бы не мучить, к примеру, человека. Вот он, последний поцелуй. Кто там спрашивал? Так, кто-то спрашивал. Александр спрашивает. Вот он, последний поцелуй. Смотрите, идет вниз, устраивает новый локальный уровень low или high. После этого возвращается на 100%. Мы с вами определяем именно вот эту цену, которая делит зону бая от зону села. Вот смотрите, то есть это high черной свечи. Он пошел, поцеловал. Он был инициатором последнего low. После этого он на 100% свеча вернулся. Вот эта красная полоска будет делить зону села от зону бая. Теперь уменьшаем и смотрим. Ходили ли мы ниже красной? Нет, мы ушли в бай. Где нужно было покупать евро-доллар? Вот здесь нужно было покупать. То есть на пробитии последнего поцелуя покупаем и держим прибыль. 3849 пунктов. Это все на графике кажется уникально. На самом деле редко такое бывает. На самом деле мы должны были заходить здесь. Но здесь тоже 100% не задет. Видите, вот здесь на открытии второго часа заходим и держим прибыли. Всякие разные. А теперь мы Александру подскажем. Смотрите, растягиваем Фибоначчи на последний поцелуй. Вот растянули. Понятно, что заходить на рынок нужно после закрытия часа. Вот здесь. 100% нужно ставить 76. И тут возникает у человека вопрос. А где же ставить тейк профит? Тейк профит нужно ставить. Вот здесь эта свечка прокалывала 161, значит на 423. Где у нас 423? Значит вот туда у нас евро стремится. То есть сюда на 115-312 евро придет через некоторое время. Но пока она туда придет, она может сходить и на 200, и на 161. Вот это весь смысл трейдинга. Цель у него уже ясна. Но как быстро она туда придет? Будет ли ходить еще раз на 161, или на 100, или на 76 уровень? Но туда она в любом случае, вот сюда на 15-312 придет. В любом случае. Теперь давайте посмотрим ситуацию евро-доллар на 4-х часовке. Евро-доллар по 4-х часовке я всегда в себе в журнале. Еще раз напомню, что каждый трейдер должен вести журнал дисциплины, где он должен записывать, что он делает, какие наблюдения, в каком состоянии находятся его любимые валюты. Вот, евро-доллар на 4-х часовке, согласно нашей стратегии, находится в зоне бая с отработанной или не отработанной целью, надо посмотреть. 13,603 хай этой свечи, 13,604 с не отработанной целью. То есть цель у нее 423,6. Почему? Потому что вот эта свечка, у нее хай стоит 1,13,604, а вот здесь написано 13,603, значит она на один пункт прокалывает 161, значит 4-х часовка показала сигнал на 463. Активно 4-х часовка чувствует 261 и стремится к 423 уровню. В зоне бая по евро-доллару, что на часовке, что на 4-х часовке, нету пробития последнего поцелуя, значит разворота пока нету. Это я себе в журнал пишу. Так, часовка, последнего поцелуя нету, 4-х часовка в бае находится, последний поцелуй еще далеко. Как выглядит последний поцелуй по 4-х часовке? Да точно так же, как на часовке. Где 11 свечей у часовки, там 2 свечи у 4-х часовки. Примерно вот так вот выглядит последний поцелуй. И только после вот этой точки я приму решение евро-доллар продавать. И второй вариант, смотрите. Если евро-доллар вновь срывается вверх, то этот последний поцелуй отменяется, берется последняя белая свеча и от нее 100%. И тогда можно иметь позицию в селл. В данный момент вот этот затяжной подъем из 11 свечей наш селл отсрочил, надолго отсрочил. То есть, грубо говоря, чтобы приступить к селлу, нужно ждать вот этой цены. Я сейчас рассказываю просто как я принимал бы решение. Многие из трейдеров уже по евро-доллару висят в селе. Каким образом? То есть, они думают, что вот это был коридор. Опа, две белые вверх, 100% возврат. Все, я торгую до 261. Да, они могут доторговать, но это не коридор. Для того, чтобы понять, где настоящий коридор, я вас приглашаю, наверное, не 30-го, а 27-го апреля на очередной семинар, посвященный данной стратегии. Дело в том, что 30-го апреля я буду в городе Новосибирск, и все, кто с города Новосибирск, я вас приглашаю на очную встречу, посвященную данной стратегии. Вот, Новосибирск попросил, и, по-моему, 28-го, 29-го, 30-го мы вылетаем в город Новосибирск для презентации данной стратегии. Отлично. А условно-платный курс в Алмате, он будет 27-го апреля. То есть, мы перенесем немножко расписание. Итак, теперь давайте глобальный анализ сделаем дневки. По 4-х часовке понятно, что евро-доллар находится не в цели, а в бае. Вот теперь давайте посмотрим дневку для того, чтобы подтвердить. Я думаю, что... Что такое зависло все? Я думаю, что сейчас есть ребята, которые были на условно-платных семинарах, и они сейчас одним глазом смотрят, да, вот эти семинарчики. Как я делаю анализ подневки, я сейчас покажу, но секрет этого анализа, естественно, вы узнаете на вот этих условно-платных семинарах. Вчера он, кстати, прошел очередной семинар, и там люди были. И, скорее всего, вы сегодня уже наблюдаете глобально, куда двигается евро, и почему евро находится в бае, и почему евро находится. Во-первых, чем больше график, тем сильнее анализ. Но нам далеко заходить не нужно, зачем мы будем анализировать месячный график, у нас столько денег нету, к примеру. Вот Сергей Макаров нравится, ой, нравится, говорю, этот, радуется, что мы наконец-таки увидимся с Сергеем Макаровым в Новосибирске. То есть самый активный слушатель, он уже, наверное, на протяжении самых ранних семинаров присутствует. Теперь поехали, смотрите, нужно понимать, евро-доллар в каком состоянии находится на дневке. Сразу видно, что евро-доллар на дневке находится в состоянии рейнджа. Почему рейндж? А потому что все это безобразие, оно никак не может уйти в другой ценовой диапазон, потому что что-то вот здесь, я просто условно ставлю, что-то здесь ограничивает евро-доллар. А что здесь ограничивает евро-доллар? Там все ограничивает именно уровни Fibonacci. Во-первых, смотрите, как работать по уровням Fibonacci. Нужно понимать, кто во всем этом безобразии самый нижний. То есть какое движение было самое низкое. И просто берем горизонтальную линию, тянем, 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 и понимаем, что самый низ устраивало нам вот это. Значит, вот это и командует парадом. Ни в коем случае не вот это, не вот это. Это все, вот это все, это издержки вот этого. Вот это все, это дети вот этого. То есть это папа, а это все его дети, внуки, правнуки и так далее. Поэтому, смотрите, что нужно понимать. Нужно понимать, что после последнего low рынок показывает high. Для чего? Для того, чтобы устроить новый low и тем самым подтвердить, что нисходящий тренд продолжается. Но если мы после вот этого high, после вот этого high, смотрите, не показываем новый low, а идем на пробитие, именно вот эта полосочка является зоной деления на дневном графике зона бая и зона села. И вот эта вот полосочка, она облизывается евро-долларом вдоль и поперек. То есть евро-доллар находится где? Находится в рейнже. И в данный момент евро-доллар находится в зоне бая. Далее, смотрите, следующий анализ. Нужно понимать, добил ли евро-доллар какую-то цель по Fibonacci. У нас с вами есть готовая Fibonacci. У нас есть максимальный high, у нас есть максимальный low, который был в присесте. И теперь мы прекрасно видим, что в данный момент Fibonacci не ходил на 261, а выход из рейнжа считается только тот выход, который будет хотя бы до 261. Этого не произошло. И в данный момент евро-доллар находится на 161 Fibonacci от дневного графика, который так и никуда не ходил после последнего поцелуя и пробития зоны бая. В данный момент он уперся в 161 Fibonacci. Увеличиваю, и вы видите, как это упирание происходит. Когда я говорю глобальный трейдер, это значит, что это трейдер, который владеет порядка 10-15 стратегиями, который умеет рисовать правильные трендовые линии, который быстро ориентируется в новостях. Это глобальный трейдер. И есть такой неглобальный трейдер, у которого мувинг по всему экрану плывет и снизу MACD. И он, в принципе, кроме этого мувинга MACD больше ничего не знает. Поэтому становитесь глобальными трейдерами, умейте анализировать со всех сторон рынок. Теперь далее. Смотрите, какие здесь трендовые линии присутствуют. Здесь все начнут рисовать свои трендовые линии. Кто-то нарисует так, кто-то нарисует вот так, кто-то нарисует так и так далее. И все эти люди будут правы. Знаете почему? Потому что на рынке, я вам уже говорил, есть несколько видов трендовых линий. Первый вид трендовых линий – правильные трендовые линии. Второй вид линий – неправильные трендовые линии. И третий вид трендовых линий – совершенно неправильные трендовые линии. И все эти виды трендовых линий, они на рынке работают. Работают, представляете, люди там покупают на третьем касании от совершенно неправильной трендовой линии и получают на этом прибыль. Поэтому четкого закономерности нету, как кто рисует, тот так рисует. Но на вот этих условно-платных семинарах я рассказываю именно о своих трендовых линиях, которые я придумал сам, и они очень четко работают. Для меня трендовая линия – это та линия, которая участвовала в развороте, и главнее нее для меня больше нету никакой линии. Главнее этой линии больше нету никакой. Теперь смотрите, что я наблюдаю. Я наблюдаю, что когда-то евро-доллар, смотрите, до этого у нас же был рейндж-хаус, а теперь уже понятно, что у нас. Благодаря одной линии вы получаете четкую картину. То есть евро-доллар шел активно в разворот, шел активно в разворот, указывал последний хай. Но после этого что-то произошло, он пробивает этот тренд, тестирует его снизу, и теперь грамотный трейдер после вот этого тестинга ставит сюда полосочку, для того, чтобы убедиться, что вот этот тестинг будет отрабатывать на новые лоу. И таким образом вот этот восходящий тренд считался бы переработанным в нисходящий тренд. Но этого не происходит. Евро-доллар отталкивается и начинает фиолетовую снизу тестировать. И что мы видим сегодня? Мы видим, что мы находимся в зоне бая согласно фиолетовой линии. Далее, смотрите, когда нету третьего касания... А, подождите, я неправильно растянул. Вот здесь, видите, магнитик не прицепился. Его надо аккуратно прицепить. Опа! Ну вот. И вот здесь мы видим четкое, смотрите, как работает фиолетовое. Здесь надо аккуратно цеплять магнитиками, чтобы... А у меня вот так в воздухе повисло. Опа! Магнитик прицепляем. И вот это вот глобальная трендовая линия. Ну так даже намного красивее. Намного красивее. Так мы аж на прям отталкиваемся от фиолетовой линии и идем куда-то по своим делам. Вот, смотрите, для меня самое важное это трендовая линия фиолетовая. Теперь объясняю. Если после того, как вот два касания у нас есть, но два касания они у нас обязательны должны быть, потому что только два касания дают нам основание зацепить фиолетовое. И когда у нас нету третьего касания, я, естественно, понимаю, что евро-доллар пытался уйти на второй этаж. Дело в том, что есть двухэтажные тренды, вы об этом знаете. И чтобы понять, где же этот второй этаж, нужно взять просто параллель и прицепить за вот этот локальный хай, который устраивал нам прорыв. Все, мы его берем, смотрите, цепляем за локальный хай, к примеру. Вот здесь нужно понимать, за какой? За черную свечку. И мы видим, что евро-доллар на второй этаж не ходил. От чего же отталкивался вот здесь евро-доллар, это нужно понимать. Это, скорее всего, от второго, ну от каких-то вторых вот таких вот черных свечей. Вот от этой свечки. Вот от него отталкивался. То есть евро-доллар не пошел на второй этаж, а что сделал? Он почувствовал какое-то сопротивление вот здесь вот по дороге и от него пошел на прорыв. В данный момент евро-доллар находится в бае по всем позициям. Во-первых, он рисует евро-доллар хэдденшоудерса, какого-то так называемого, ну грубо говоря. И у этого хэдденшоудерса, ну не хэдденшоудерса, а грубо говоря, есть голова и есть линия шеи. Вот она. Он находится дальше линии шеи, он находится, соответственно, дальше нашей полудуги, подневки. Ну и самое главное, он находится в зоне возврата в восходящий канал. Что такое? Смотрите, магнит не туда, видите, вот здесь прицепился. Вот здесь нужно правильно цеплять бомбс. Вот он находится именно в зоне чего? Входа в фиолетовую зону, отталкивание от фиолетовой, пробитие полудуги, пробитие линии шеи. То есть все хорошо. Подневки, евро-доллар активно двигается вверх. Возврат в шикарный восходящий канал, который когда-то по евро-доллару существовал. Потом мы в него присели и теперь мы находимся, ну точно не в зоне села. Точно не в зоне села. Потому что выглядит сейчас картина по евро-доллару правильная вот так. Следующая валютная пара. Фунт-доллар. Фунт-доллар с одним стоп-лоссом движется к своей цели. То есть у нас есть последний поцелуй по фунт-доллару. Помните, две белые свечки, которые устраивали последний локальный хай. Далее 100% вернулся назад. Вчера он протестировал 161-й. Потом разогнался полудугой. Смотрите, пробивает полудугу. Идет к 261-й. Но что-то здесь происходит. То есть что-то там произошло. Не знаю, какая-то новость европейская или что. Он разворачивается, сносит наш стоп-лосс. Смотрите, достойно. Потом этой же свечой, которую стоп-лосс сносила, выходит и дает новый сигнал, чтобы мы зашли сюда удвоенным. И вот удвоенным мы идем. Цель у нас недалека до 261-го. То есть мы должны забирать прибыль на 261-м. Дисциплинированный трейдер по фунту сидит в цели, удвоенным после одного стоп-лосса, полученного на 76-м. Я просто сейчас делаю обзор дисциплинированного трейдера. И я знаю, что такие есть. Есть ребята, которые в этом последнем поцелуле получили стоп-лосс и тут же увидели сигнал на выход на второй раз. Смотрите, как это выглядит в увеличенном виде. Стоп-лосс, выход сразу. Да вы что, зашли и все. Опять 161, топчем, топчем, топчем. 161, 261. Теперь давайте посмотрим фунт-доллар четырехчасовка. Фунт-доллар четырехчасовка, смотрите, находится в зоне села. По последнему поцелую. То есть есть последние две белые свечки, далее есть черная свечка. Здесь тоже выход. Один стоп-лосс, вот он выход. И по четырехчасовке мы тоже находимся в селе. По последнему поцелую. Но не в бае. Если сравнивать с евро-долларом, то по евро-доллару мы находимся в бае. То есть немножко различия есть. Евро-доллар в бае смотрит. Последнего поцелуя нет. У евро-доллара есть тестирование 261 пока, а цель дальше. А вот фунт-доллар, он смотрит по последнему поцелую в сел. Очередной выход двумя четырехчасовками назад. И идем куда-то к своему 261 уровню. Отлично. И теперь таким же образом давайте проанализируем фунт на дневном графике. Ну как мы анализировали евро-доллар. Давайте так же сделаем. Кто у нас вот после вот такого глобального падения был самым верхним, самым максимальным. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Вот он. Самый максимальный уровень, соответственно, был вот здесь. Значит, вот этот лоу, вот этот лоу будет регулировать разворот тренда. Вот этот лоу. Почему? Разворотом тренда регулирует именно тот лоу, который устраивал последний хай. Это согласно нашей стратегии. Поэтому мы здесь смело берем и делим зону на две части. То есть вот эта часть, это у нас зона бая. Это у нас зона бая. То есть если мы сюда, в зеленую вернемся, то мы будем в бае находиться. А если мы дальше этой зеленой, то мы в зоне села. В любом случае. И нужно понимать, достиг ли фунт-доллар какой-то цели своей или не достиг. А понимать это нужно каким образом. То есть после вот этого присеста, который не устраивал хай, не устраивал новый лоу и не устраивал новый хай, но потом пошел на пробитие. Вот у нас есть коррекционная волна, которая... Ну или давайте вот эту первую коррекционную волну. Ну так будет более правильно. То есть на зеленую надо растягивать фибоначи. То есть отсюда до... То есть здесь самая главная фигура, самая главная фигура, это вот эта вот фигура. Вот эта. Как она делается? Я что-то не понял. Вот эта фигура самая главная. В дневке. У фунта. Поэтому именно на нее нужно растянуть фибоначи и посмотреть, достигались ли цели. Вот у фунт-доллара бумс. И мы видим, что фунт-доллар достиг своего 261-го. То есть отдал тейк-профит кому? Отдал тейк-профит трейдеру, который работает по данной стратегии на дневном графике. То есть вот он, смотрите. Выход. Вот здесь вот был. Ну здесь смотрите. Выход стоп-лосс. Первый стоп-лосс. Выход. Второй стоп-лосс. Выход. Не касание 76-го. Четкая отдача 261-го. Понятно, что фунт-доллар отдал цель на 261-го. И теперь, в принципе, он может уйти в разворот. То есть он не обязан идти куда-то там вверх или вниз. Далее, смотрите. Нужно понимать, где, в какой стадии мы сейчас находимся. У нас есть глобальная трендовая линия. Вот она, глобальная трендовая линия по фунту. Понятно, что если нет третьего касания, если нет третьего касания и куда-то мы срываемся вниз, ну это вот чисто по нашей стратегии, понятно, что данный актив ушел в двухэтажное или в трехэтажное состояние. И у нас есть для этого основания. У нас есть одна вершинка, у нас есть вторая вершинка, у нас есть третья, чтобы понять, сколько этажей у фунта. Все достаточно просто. То есть это первый этаж, это второй этаж. Ну такие дальние этажи возьмем. И где мы сейчас находимся? Мы находимся в состоянии чего? То есть чувствительности пола третьего этажа и где-то вот в таком где-то состоянии. Далее нужно понимать, что происходит. Вот здесь вот смотрите, фигура нонфарм, которую я не признаю вообще в теории. То есть что такое нонфарм? Я вам уже говорил, это летающий носорог. Это, ну не знаю, какая-нибудь там русалка в небе. То есть придумывают фигуры нонфарм. Но нет такого понятия нонфарм, что он должен быть красивый. Для меня нонфарм это локальный уровень есть, приподнялись, обновили локальный уровень, приподнялись, не обновляли локальный уровень. Вот это и есть нонфарм. Потому что у данной ситуации у нее появляется линия шеи, обязательно линия шеи появляется. Понятно, что фунт доллар отработал все свои движения, находится в отталкивании от фиолетовой линии. Это все понятно. И теперь смотрите, есть линия шеи, вот это. Именно эта линия шеи в данный момент по фунту работает. Здесь прогнозы на бай, здесь опять-таки магнит не зацепил, видите. Здесь прогнозы на бай не такие уж и перспективные у фунта. Почему? Потому что если он этот ход, Шхаденшодерс, будет пробивать, то цель его будет недалека. То есть, грубо говоря, здесь ему идти или до суда, или максимум... Ой, сейчас, секундочку. Цель недалека у фунта. Или до суда, вот, или вот до суда. Но это, я имею в виду, что куда ставить тейк-профит. Дело в том, что тейк-профит можно и вот сюда поставить. И вот сюда поставить. И фунт добьет его. Почему? Потому что обычно Ххаденшодерс отрабатывает как? Пробивает и куда-то идет. Но реальный тейк-профит здесь должен стоять. Либо здесь, либо здесь. То есть, либо сюда придем, либо... Давайте вот эту картину оставим на дневке. Давайте вот эту картину оставим на дневке, чтобы потом просто к ним возвращаться. И картина у нас по золоту. Вот по золоту нужно понимать, что вообще происходит. Кто у нас виноват в этом восходящем движении? Кто был последний, самый низкий? Последний, самый низкий был у нас вот этот парень. Вот этот, вот этот парень. Значит, вот эта волна, она самая основная. Самая. Она устраивала... Или вот это возьмем. Вот эта вот волна самая длинная. Вот, вот это самая длинная. Ну и далее, смотрите. Получается, все равно вот это будет. Присели, не показали новый этот, как его, лоу. И пошли на пробитие. Вот именно вот эта черная свечка, именно вот эта черная свечка, она делит золото на зону села и на зону бая. На зону бая. Все, отлично. И Фибоначчи позволяет нам определить, достиглись ли цели там наверху или не достиглись. Растягиваем, подтягиваем и смотрим. Все хорошо. Четко чувствуем. 161 уровень. Один раз сносим стоп-лосс. Выходим и со второго раза достигаем все возможные цели. То есть здесь был всего один стоп-лосс. И все цели были достигнуты. Уровни хорошо чувствуют. 161 возвращаемся. Пробиваем 161. Обратите внимание. Тестируем его с обратной стороны. А я вам уже говорил, что я добавляюсь после пробития каждого уровня и тестирования. То есть пробил, оттестировал, я добавился еще. И пошел. 261, 423. И вот здесь вот он не достал до 685. И не обязан был доставать до 685. Потому что максимальные здесь цели это 261. Ну и максимум 423. Пол 423 чувствуете. Почему золото остановилось на дневке вверху? В природе не может быть такого, чтобы что-то останавливалось в воздухе. В воздухе останавливается обычно от последних каких-то коррекций. Вот берем Фибоначчи, берем нашу последнюю замечательную коррекцию, растягиваем и понимаем, что золото в воздухе не остановилось. Она остановилась на 161 от последней коррекции. То есть что говорит нам дневка согласно нашей Фибоначчи? Согласно нашей Фибоначчи дневка говорит, что золото находится в состоянии рейнджа. То есть был рейндж, выход тестирования 161, вход опять в рейнджевое состояние, в зеленую зону. То есть вот сюда опять зашли в рейндж. Вот, поэтому золото в принципе под дневки не имеет сейчас тренда никакого. А теперь нужно понимать вообще, а какие же здесь трендовые линии у нашего золота? Ну как оно все это сейчас происходит? Понятно. Основная трендовая линия у золота является вот эта. Для меня лично. Кто хочет узнать, как это происходит, я вас приглашаю на вот эти ежемесячные семинары. Это для меня основная трендовая линия. Если я не вижу третьего касания, я прекрасно понимаю, что золото уходит в двухэтажные, либо в трехэтажные тренды. Вот он первый этаж, вот он второй этаж, вот он третий этаж и так далее и тому подобное. И скажите мне, работают фиолетовые линии по золоту или не работают? И в каком состоянии находится сейчас золото? В селе или в бае? Естественно, мы видим, что золото сейчас находится в состоянии сел. Почему? Потому что, ну грубо говоря, почувствовали этот уровень, полизали его, пошли дальше, почувствовали этот уровень, испугались его и запрыгнули аж на под два уровня. И под этот уровень, и под этот уровень запрыгнули. В состоянии сел золота подневки для меня лично она сейчас находится. Вот эта остановка в воздухе была не в воздухе, она была от параллели, которую мы когда-то растянули вот от этого. Это все может быть совпадением, еще раз говорю, потому что, ну, Элдор говорит, я не верю в диагонали, все это совпадение. Но я в эти диагонали очень сильно верю, потому что они очень сильно помогают торговать. Все вот эти уровни фиолетовые, ну, допустим, параллель от вот этого хая, она точностью совпадает со 161 от коррекционного движения. Поэтому рынок закономерен. И если вы умеете пользоваться техническими инструментами, не индикаторами, не путайте, просто многие мне пишут, да, я умею пользоваться мувингом. Нельзя использовать мувинг, почему? Потому что все компьютерные индикаторы, я считаю, что они не предсказывают движение, а лишь подтверждают уже случившееся. То есть пошли вверх, мувинг загнулся вверх, пошли вниз, мувинг загнулся вниз. А в данном случае, если вы растянете фибоначи, к примеру, вот так, вот, то фибоначи не будет гнуться за вашим движением рынка. Он просто будет стоять, и все, что стоит и не гнется, это самое важное на рынке. А все, что гнется и уходит, это не главное. И поэтому здесь нужно, когда вот такой бардак непонятный, нужно переходить на меньше график, на четырехчасовой, и прекрасно понимать, что золото находится не в восходящем тренде, а золото находится в нисходящем тренде без нарушения каких-либо этих, как его сказать, прорывов вверх. То есть в данный момент золото у нас находится в нисходящем тренде, был в восходящем, пробило, но нет у нас касания фиолетовой. Вот, если вы четко, ну, знаете, как растягивать трендовые линии, вы поймете, что это касание было неспроста вот здесь. Вот в воздухе оно было основано на том, что там проходит дневная линия. Там проходит дневная линия, которая, ну, вы вот сейчас вот потренируйтесь, и вы поймете, что вот золото, золото вот здесь вот четко встретило на своем пути дневной резистанс или саппорт, неважно, и от него вот сейчас отталкивается, идет куда, идет куда, идет вниз, идет вниз. То есть ситуация по золоту у нас со вчерашнего дня есть один стоп-лосс, вот, и продолжение тенденции. То есть у нас есть последний поцелуй по часовке, мы с вами уходили, получили один стоп-лосс, вновь выход, и вновь мы стоим на 161, а цель у нас идти на 261. Индикаторы, правильно говорите, индикаторы все перерисовываются, за ними ходить неинтересно. Вот, и здесь вы уже можете, в принципе, ну, вот на часовке, да, разрисовать именно ту стратегию, которую я вас сегодня научил. Кто у нас самый низкий? Вот он у нас самый низкий. Кто у нас был инициатор последнего спуска? Вот он был последний. Именно эта зона делит у нас селы на бая. Именно вот эта фибоначчи у нас будет работать, вот, и именно по ней мы определяем сегодня уровни. Вот, в любом случае золото находится в зоне бая, но не в зоне села. Вот, но мы в данный момент стоим, получается, по часовке, по часовке мы стоим против тренда. Да? А, нет, смотрите, смотрите, неправильно. Вот здесь есть добитие целей, скорее всего, если правильно растянуть фибоначчи. Если правильно растянуть фибоначчи, то есть добитие цели. Вот оно, есть добитие цели. Видите, 261. Обратите внимание, то есть я вам сейчас растянул правильную фибоначчи, выглядит она вот таким образом. Старички со мной согласятся, что она именно так выглядит. Вот, и есть четкое достижение 261. Поэтому, в принципе, золото не обязано идти вверх, то есть оно уже отработало 261, поэтому оно может ходить вниз. Кто был на платных семинарах, тот понимает, что достижение цели есть. Кто не был на платных семинарах, тот понимает, что достижения цели нет. Спасибо всем за внимание. Прощаюсь с вами на 6 часов. Сегодня у нас семинар какой-то затяжной получился. Но резюме. Фунт продолжает со вчерашнего дня продаваться и приносит прибыль. Золото продолжает со вчерашнего дня продаваться и приносит прибыль. Вот. Ну, то есть находится в зоне села в любом случае. А евро-доллар со вчерашнего дня продолжает покупаться. Продолжает покупаться. Ну, и все. И вот эта ситуация как раз-таки знакома, что евро-доллар всегда, ну, обычно раньше всегда ходил против фунт-доллара. Вот сегодня они действуют именно так. Фунт идет вниз, а евро-доллар идет вверх. И золото идет тоже вниз до своих целей. Какая поддержка? Вот видите, вот сейчас пришел комментарий, а как же поддержка? А где эта поддержка была? На золоте, на фунте, на евро-долларе? Поэтому мы боремся с тем, чтобы задержки в чате не было. Потому что что нужно? Что человек, когда спрашивает, там по фунту. Значит, нужно по фунту. Когда по евро-доллару, значит по евро-доллару. Ну, вот примерно так. Поэтому резюме какое? Когда вы торгуете по часовке, не забывайте анализировать четырехчасовку. И не забывайте одним глазом всегда смотреть на дневки. Желательно, чтобы по вашей любимой паре эти анализы уже были заранее разрисованы. И вы прекрасно понимали, куда движется евро-доллар. Евро-доллар движется по дневке вверх. Куда движется фунт-доллар? Фунт-доллар по дневке движется вниз. Ну, не по такому методу, а вот по такому методу. Фунт-доллар движется вниз. То есть, это, ну, как бы вы... Ну, возьмите один экран и нарисуйте там себе его. Пусть он там остается. А, нет. Фунт-доллар у нас находится в состоянии отталкивания и в состоянии будущего head and shoulders. Но у фунт-доллара по дневке есть линия шеи. После нее будет принято решение, разворачивается фунт-доллар или не разворачивается. И куда у нас смотрит золото по дневке? Опять мы по дневке все потеряли. Золото по дневке смотрит в том, что оно отработало все возможные цели. То есть, было золото и на параллели вот отсюда, было золото и было золото на параллели вот отсюда. Вот поэтому сейчас, в данный момент, золото находится, ну, грубо говоря, для меня... А, это слишком далеко задрал. Вот здесь вот золото было. В данный момент находится как бы возврат в какой-то канал. Вот. А что будет встречать золото по дороге, его будут встречать... Ой, сейчас, секундочку. Его будут встречать по дороге вот такие вот ребята. Вот эти вот ребята. Ну, в принципе, все. И больше никто его там встречать не будет. То есть, оно может приспуститься куда-то до этого района, либо уходить на пробитие следующих. То есть, вот такие примерно какие-то разрисовки должны быть и на дневке, и на 4-х часовке. И потом, когда вы уже находитесь на часовке, вы должны понимать, против шерсти вы идете, или по шерсти вы все-таки движетесь. Вот. Но в данный момент очень красивая картина. Последний поцелуй, вот, по часовке. А мы с вами краткосрочные трейдеры, поэтому нам, в принципе, этого достаточно. А что такое все наложилось, друг на друга? Нам, в принципе, этого достаточно понимать. Здесь мы в бае, здесь мы в селе, вот, и здесь мы в селе. Всем удачи на сегодняшний день. Прощаюсь с вами на 6 часов. До новых встреч. Ищем коридоры. И правильно рисуем. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...